Здравствуйте, товарищи, дамы и господа, дорогие друзья. Мы вернулись. Мы вернулись. Здравствуйте. Собственно, мы никуда не уходили, просто жизнь такая. Ну, занайкались тут на какое-то время, каждый по своим делам, да? Ну, вот к нему вернулись. Да. Собственно говоря, о чем я сегодня хотел поговорить. Вообще, тема пришла совершенно случайно. На прошлой неделе тут был довольно-таки большой кипиш. Показали сериал вот эта «Школа» по поводу которого... Шум был, шум, да, да. Шум был страшный, причем я его не мог посмотреть. Я, в принципе, вернулся из места своего заключения. Вот. И тут же нашел его в записи, вот, в интернете, посмотрел. И, честно говоря, абсолютно не понял, что они так кричат по этому поводу. Я видел намного более страшные, скажем так, эти всякие сериалы. У нас языка просто снимаешь. Просто хотел тебе сказать, почему они все кричат. Ты сначала закончи, я понимаю. А, хорошо, да. Ты сначала закончи. Ну, то есть, я, честно говоря, не понял, почему они кричат. И вообще, это у меня раздела такую мысль. А что вообще можно и нужно показывать? А, вообще, и Б, детям в частности. Нужно ли, скажем так, травмировать ли это какую-то психику, там, еще что-то такое. То есть, вот об этой, скажем так, доступности информации, насколько она вредит. Прежде всего, меня волнует, в данном случае, тема, раз была крики по поводу детей, на самом случае, то есть, насколько это вредит вот детям всякая информация по телевизору, там, не знаю, там, в журналах, газетах, в рекламах, где угодно, скажем так, о чем надо знать, о чем не надо знать. Вот об этом, собственно, и хотел поговорить. Ну, вот, скажем так, что я могу сказать в качестве своего личного мнения. Как доктор или как человек? Нет, ну, как доктор, как человек, как психотерапевт, как отец, значит, троих детей и так далее. Значит, первое, относительно шума. Все они кричат, так и шумят потому, что их жареный петух не клевал. Не клевал. Значит, я с удовольствием пригласил бы Валерию Байгерманику и всех участников этого шума на телевидении, да? В 1967 год, в город Свердловск, в школу номер один, которая расположена, как ты, наверное, помнишь, на улице Визбульвар. Так вот, я посмотрел половину одной серии вот этого фильма «Школа», зевнул и выключил, потому что Валерия Гайгерманика не представляет себе, что творилось в 1967 году в городе Свердловске в школе номер один. И это не потому, что школа номер один была самой плохой в городе Свердловске, вовсе нет. Там была ужасная 69-я школа, страшная совершенно время. Школа номер один вообще была одна из лучших школ. И тем не менее, то, что показали мне в этой серии, это просто смешно. У нас на уроках в школе номер один в 1967 году пили вино, матерились, друг на друга плевались. У нас дважды за время моего обучения в школе били директора. В школе происходил полный террор. Я вот до сих пор, сколько лет прошло, 43 года прошло. Я помню три фамилии. Юрий Копылов, Виктор Мялов и Александр Фадеев. Это фашисты такие. Вот. Значит, вообще в школе власть принадлежала шпане. В Свердловске был такой район, ВИЗ, Верхъясенский завод, ты знаешь, да? И, значит, район, который назывался Сортировка. Это вот железная дорога, да, железнодорожный район. Так вот, вся шпана с этого, вот этих двух районов, держала шишку в школе номер один. Не учителя командовали жизнью, не комсомольские работники, не пионервожатые, а хулиганье вот этим. У нас ежедневно отбирали деньги. Над нами ежедневно издевались. Пили, курили в туалетах постоянно. Как я уже сказал, два раза только на моей памяти били в парке директора школы. Что касается секса вот этого подросткового, который показывал в школе номер один. Ну, я там секса не заметил. Простите, я скажу слово одно, можно? Да хоть два. У нас трахались просто во дворе школьном, около мастерских, где проходили уроки труда. Я вообще не понимаю, что такого в сериале школа. Что, какая Америка открыта? Какое новое слово сказано? Ты будешь в 67-й год, собственно говоря. И я вот в этом плане как раз вот хочу заметить, я слушал много эфиров, так как я не мог смотреть телек. Я даже не то, что не мог, я не особо люблю его смотреть. Я слушал радио, я послушал огромное обсуждение на РСН, я послушал на Эфи Москвы, на еще каком-то радио, не помню. И, соответственно, везде были разные обсуждения. Мне понравилось как раз, это, по-моему, на РСН было. Там, в принципе, выступил преподаватель, который уже на пенсии, с каким-то тоже большим стажем. Она сказала, да, в принципе, ничего нового не показали, и в жизни все намного жестче, и у многолетних нет. Никакой разницы, 67-й год, как ты говоришь, там, не знаю, там, 70-е или 80-е годы, или сейчас. Разница может только в каких-то, то, что раньше была форма, сейчас форма нет, есть одежда, поэтому есть дополнительные способы угнетения. Вот и так далее. То есть разница в мелочах. Да, но суть-то меня даже не важно. Я даже хочу поговорить не про то, что творится в школе, то, что в школе творится, я думаю, это во всем мире так. Потому что, чтобы посмотреть импортные фильмы, то там же такие же проблемы есть, об этом сказано. Меня волнует другое. А насколько надо или не надо вот это показывать, не может говорить, насколько это важно. Знаешь, мое глубокое убеждение заключается в том, что нельзя быть немножко беременными. Нельзя быть чуточку под лицом, и нельзя быть капельку вором. Если ты вводишь хотя бы мизерную долю цензуры, вот во что-то, да, то все, ты ввел цензуру, ты ограничил свободу слова. Вот я считаю, что это категорически делать нельзя. Безусловно, фильмы порнографического характера, фильмы, содержащие особо жестокие сцены, какие-то, да, надо относить на позднее время, когда дети уже спят. А еще лучше, как мне рассказывали, как это сделано в проклятых Соединенных Штатах Америки, там есть каналы специальные. Вот есть отдельный телеканал, где показывают эротику. И детям этот канал недоступен, он заблокирован. Есть какой-то канал, где показывают какие-то боевики, триллеры, не знаю, да? Там тоже, значит, хозяин дома может поставить магнитный замок, или какой он, как он называется, не знаю, этот канал. А вот теперь скажи мне, как уже человек, имеющий прямое отношение к психиатрии, скажем так, да? То есть, насколько на самом деле вредит такие вещи, как боевики? Да не насколько, наоборот. Я глубоко убежден в их лечебном действии. Расскажи об этом. Пожалуйста. Фильмы ужасов, боевики, порнографические фильмы. Все это необходимо в определенной дозе, в определенное время определенным людям. Потому что, скажем, человек, который посмотрел фильм ужасов и чего-то испугался там, и кричал, прыгая перед экраном, он получил прививку от страха. Он не растет неврастенником, который боится любой птички, пролетающей мимо. Наоборот. Он закаляет свою волю, свою нервную систему. То есть, я сказал волшебное слово «растет». А с какого возраста, скажем так, уже можно сказать, негаунс? Я не буду обсуждать, это же вариант с партнографическим фильмом, то все равно таки сложно. Ну, смотри. Значит, те, кто занимаются профессиональной психотерапией и психологией, они знают одну страшную вещь. Они знают, что к семи годам человек практически сформирован. Ну, это да. Это, по-моему, даже не только те, кто занимаются психотерапией. Нет, ну люди-то обычно этого не знают. Ну, почему? Нормальный человек знает, что если человек не воспитает до 7 лет, то потом уже безменить что-то сложно. Это ты знаешь. Иди выйди на улицу и эту фразу скажи кому-нибудь. Ну, мне мешает образование. Совершенно верно. Значит, к семи годам человек практически сформирован. Хотите вы этого или нет, да? Я помню, как какой-то китайский мудрец, какая-то китайская мудрость есть, когда беременная мать, беременная мать, спрашивает, значит, мудреца, он говорит, какой у тебя срок беременности? Она говорит, 8 месяцев. Он говорит, ты опоздала на 8 месяцев. Понимаешь, да? То есть, значит, в 7 лет человек уже сформирован как личность. Это первое, что надо знать. Второе. Лично я никогда не сюсюкал со своими детьми. С 4-летним ребенком, с 5-летним ребенком я разговаривал всегда как с разным. Стараясь подбирать такие слова, которые исключали бы мудреные научные термины. Я пытался своим детям всегда объяснить все, что они меня спрашивают, простыми словами, доступными. Знаешь, у меня как-то получалось. Ну вот я тоже, я считаю, во-первых, скажем так, мне в свое время очень помогло, то, что я очень плотно и глубоко изучал, читал Корчика, очень уважаю его. И я как раз и подскажу к этому, что мне кажется, что не надо никого воспитывать, надо дружить. Нет, понимаешь, да вот ты прав, это я хотел сказать. Что такое воспитание, Андрюш? Воспитание пока собственные примеры. Да, все. Научить мы можем вообще людей двум вещам. Привить гигиенические навыки, чтобы здоровье было хорошее, да? И постараться дать им хорошее образование. Все остальное личный пример. Личный пример. Больше ничего. Если ребенок слышит, что папа пукает за столом во время еды, папа никогда не сможет ему объяснить потом, что пукает за столом нельзя. Ребенок скажет, ты пукаешь, а мне нельзя? Вот и все. Вот и все. Если вы оскорбляете ребенка, говоря ему такие фразы, тебе рано об этом, подрастешь и знаешь, не лезь не в свое дело, тебя это не касается, разве тогда у вас дома вырастет личность? Ну, помимо всего, я считаю, что вот какое для меня было единственное табу, неважно, общаюсь ли я с ребенком, общаюсь ли я со взрослым человеком, я всегда начинаю общаться, и прежде всего, включаю некий такой, скажем так, индикатор определения дозволности данного человека и его границ, потому что для меня границ нет. У меня есть граница только того человека, с которым я общаюсь. Генально, ты скажешь. Я могу вылезать на любые темы, неважно, ребенок и так далее. Если ребенок придет ко мне с вопросом, не важно свой ребенок, чужой ребенок, не важно на какую тему, то есть я могу стоить только два стопора. Первое, это когда я увидел, что эта граница для него не может. Второе, если эта тема не принадлежит мне, то есть она мне была сказана под заведомо, что я не могу говорить об этом дальше. Вот это два, два, говорится, стопора, из-за которых я не могу эту тему обсуждать. Других не обсуждаемых тем нет. Неважно, тема школы, тема секса и так далее. Все что угодно, все что угодно можно ребенку объяснить, если а, его уважать, и б, иметь у себя такой интеллект, который позволяет тебе сложные вещи объяснить просто. Сказал же Эйнштейн, что если ученый не может объяснить теорию относительности домохозяйки, он не ученый. Да, и вот тут из этого вытекается второй вопрос, потому что это тоже вторая горячая тема после школы, после всего остального и после всех этих там фильмов ужасов, это тема секса. То есть она очень много муссировалась. В свое время выходила волшебная книжка, которая мне лично очень сильно нравилась, и тогда в картинках чуть ли не на уровне комиксов ребенку показывают, откуда берутся дети. Это был жуткий скандал. Причем, помню, именно в Екатеринбурге вводили даже образование, потом был скандал, вообще страшно, даже судебное разбирательство. Потом все это сошло на нет. И вот этого тема, тогда по твоему мнению, и как нужно начинать с ребенка, ведь нужно это делать самому? Или как-то еще? Вот твое мнение. Мое мнение простое. Самому это делать не нужно. Нужно дождаться, когда тебя спросят. А, тебя спросят, вот тебя, а не хулиганово даже. Если ты к этому моменту смог сформировать доверительные, дружеские, уважительные отношения между ребенком и тобой, потому что, если ты с самого начала это сделать не смог, он к тебе и не пойдет с этим вопросом. Ему Васька во дворе все объяснит. И покажет. И покажет. А если ребенок обращается к тебе с этим вопросом, это уже здорово, кстати. Это означает, что он тебя уважает. Обращается к тебе за советом, как к старшему товарищу. И вот я помню, что вот, когда Ритке моей было 7 лет, вот она, наверное, уже даже и поздно, не знаю, почему она именно в этом возрасте стала именно спрашивать о том, она стала интересоваться проблемами секса. И она сказала, почему дети не могут заниматься сексом в моем возрасте? А мы в это время с ней шли, из какого-то магазина, и я нес большую сумку. Я поставил сумку и сказал, Риточка, пожалуйста, подними эту сумку. Она посмотрела на меня и говорит, я не могу. Я говорю, а почему? Она говорит, ну это тяжелая сумка. Я говорю, вот смотри, Рита, в организме человека разные органы приходят в состояние зрелости в разное время. Почему ты не можешь эту сумку поднять? Твои мышцы не созрели для того, чтобы ты носила такие тяжести. Точно так же искал и половые органы. Половые органы человека созревают к определенному периоду, не могут выполнять свою функцию. Вот и все. А если я сказал ей надрываться и использовать несозревшие органы для выполнения какой-то функции, будет большая беда. Вот это просто не рекомендация всем так поступать, это просто пример. У каждого свое. У каждого свои примеры могут быть. Совершенно верно. Потому что я всегда призываю к тому, что нужно именно дружески относиться с любыми членами твоей семьи. Обязательно. Потому что иначе самое основное решение всех проблем это разговор. В том числе и запреты тоже фильмов. Я не знаю, у меня никогда не было проблем. Мне сейчас конкурсируют. Стародичь сейчас, о котором очень обсуждают. Наверное, уже год этому все солидные люди говорят о том, что надо ставить запреты в интернете. Специально этот дурацкий браузер Гугль изобрели. Да, вот наш гугль, гугль, гугль. Гугль, гугль. Да, дурацкий. Это ерунда. Что, типа, дети живут в интернете, они там увидят письку, они там еще... Ну и хорошо, что увидят письку. Да, их там заманят куда-то. Куда? Ну куда? Если между тобой и ребенком сформались доверительные отношения. Он тебе придет и скажет «Пап, мне написал мальчик письмо, там какое-то слово трахаться». Что это такое, пап? Да нет, на самом деле все смешно. Вот смотри, мы вчера с тобой тестировали, чтобы хотели сделать прямую трансляцию, мы с тобой тестировали несколько сервий. Есть такой сервий, этот ноутбак и видеокамера выходит в интернет. И что хотят, то и показывают. Ты просто и позади и посмотри, что друг друга они пишут. Показывай сиськи. Ну и что... Ну и что в этом такого? Господи, подростки гиперсексуальны. И вообще дело не в том, что увидит человек, а в том, как он к этому отнесется. Боятся маньяков, боятся педофилов сидят в интернете. Но какое отношение маньяки и педофилы имеют в проблеме секса? Это же совершенно разные люди. Боятся, что они, прикидываясь подростками, заманят детей в свою ловушку? Для того, чтобы этого не произошло, еще раз говорю, между вами и вашим сыном, вашей дочерью должны быть дружеские отношения. Ну, даже не знаю, что сказать. Вот смотрите, в нормальной семье муж и жена, как мне кажется, разговаривают друг с другом каждый день и обсуждают все насущные темы. Да? В этом смысле такие же отношения должны быть между вами и вашим ребенком. У вас вот разговор должен быть в норме жизни. Разговор. И каждый день ребенок должен с радостью рассказывать вам. А у нас сегодня в школе вот это. А у нас во дворе вот это. А я сегодня видела вот это. И тогда все будет хорошо, потому что вы ему расскажете, объясните, выскажите свою точку зрения. Свою точку зрения и даже может подсказать как правильно, как неправильно. Потому что мое мнение по поводу этих педофилов и других всяких маньяков. На самом деле, это еще я помню с детских лет, когда я был маленький, мне всегда говорили не болтай своим адресом, где папа, мама ушла. Не ходи с чужими дядями. Да, да, да. У нас что, педофилов не было, что ли? Сколько угодно. Самый смех заключается в том, что количество маньяков любых в обществе всегда одно и то же. В любую эпоху. Им плевать, что используют. Им плевать совершенно. Не было интернета, они конфетку использовали. Ты знаешь, я вот в детстве помню, стоял я на остановке, просто меня мама послала, тогда магазины были далеко не рядом, всегда мама послала в магазины, я там что-то купил, стоял на остановке, и к мне, помню, подошел взрослый дядя, и как бы так вот стоял, читал афишу, и он подошел, как бы не глядя, на меня начал говорить, а ты видел последний номер программографического журнала? Нет, не видел. Хочешь посмотреть? А у нас похожий случай. Нам было по 14 лет, значит, с Женькой Кватовским, мы с Свердловским пошли на плотинку, помнишь плотинку? Там стояли такие кафе, такие летние павильоны, там давали мороженое. Мы там сели, есть мороженое, помнишь, эти чашечки еще железные? Ну да, да, да. Мы сели, взяли мороженое, и когда мы сели, взяли мороженое, около прилавка стоял какой-то мужик, разговаривал с дамой, которая мороженое продавала. Ну, Господи, этот мужик рыбал. Как только мы сели с Женькой, он немедленно подсел к нам за стол. Ой, ребята, привет, что едите? Мы говорим, мороженое едем, а сколько вам лет? 14. Он говорит, ребят, я вам что-то покажу. И вынимает из кромана такой листочек, сложенный, и там написано просто обычное письмо, какое-то письмо. Он говорит, а теперь читайте это все через букву. Мы начали читать через букву, там порнографический текст. То есть, вот, пожалуйста, маньяки всякие, педофилы, я не знаю вообще, обезьянофилы, они всегда были, есть и будут есть, и всегда в одинаковом количестве. Это процент сдвинутых людей всегда одинаков. Поэтому не надо думать, что мы живем во время, когда маньяки и педофилы все собрались погурить. Распоясались. Распоясались. В общем, нет. И все вышли в интернет. Но я еще раз хочу сказать, доверительность, уважительное отношение друг к другу, создание дружеских отношений в семье. И надо вообще помнить, не помнить, кто это сказал, замечательная мудрость. Дети – это божьи стрелы, выпущенные из нашего лука. Ну да. Ясно, да? Вот и все. Относитесь к детям, как к близким друзьям, товарищам. Уважительно. И все будет хорошо. Да. И, собственно говоря, вот тут вот наш сегодняшний небольшой разговор. Мне хочется завершить фразой и знаменитого, и очень хорошего нашего советского мультика «Кота Леопольда». Ребята, давайте жить дружно. А не с кем попало. Да, не с кем попало. Давайте не с кем попало, жить дружно. На ваше здоровье. С зеленым чайком. С зеленым чайком. Вот так. Всего доброго. Спасибо.